На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры. Восьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный. Оттуда в Армению военнослужащих перебросили самолетами военно-транспортной авиации Ил-76. Мы проходим службу в особой миротворческой бригаде, где наряду с обычными дисциплинами проходим подготовку по миротворческой теме. для выполнения задач в зонах вооруженного конфликта. Все военнослужащие бригады – это военнослужащие по контракту, с хорошей подготовкой, с поставленной задачей справимся. Всего в зону боевых действий отправились 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Им предстоит контролировать прекращение огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. В основе российского контингента – подразделение 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады Центрального военного округа. Чтобы прекратить военные действия между Арменией и Азербайджаном, им предстоит выставить наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Наша бригада особо миротворческая. В плане боевой подготовки бригады входит подготовка для выполнения миротворческих операций в зонах конфликтов. Такие как внесение службы на наблюдательных постах, контроль на пропустых пунктах, а также контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий. Нашей бригаде служат военнослужащие только по контракту. Они все хорошие специалисты и готовы к выполнению любых задач. Для управления операцией командование российских миротворческих сил развертывается в районе города Степанакерт. Виктория Шарая, События.